До того, как свершится вот этому чуду, когда кипяток пошел со всех кранов нашего дома и в унитазы, и из холодного крана, за три дня до этого у нас не было вообще напора воды никакой абсолютно, ни горячей, ни холодной. Утром в минувшее воскресенье жители дома по адресу улицы Островского, 95, с удивлением обнаружили, что из всех кранов и систем водоснабжения идет кипяток. Специалисты МОПКБУ возникший дефект обнаружили и устранили, но, по словам старшей по дому, сделали они это некачественно. Вот здесь сегодня сделали шов, не совсем качественно, снизу подкапывает вода, и когда произойдет сильная подача, либо гидроудар, это может просто разорвать, и здесь будет все, в моем подвале кипяток, опять вода. Вы знаете, в какую грязь все это впихнули? Через пять лет эта труба выйдет из строя, это деньги на ветер называется. Надо было сначала включить воду, проверить, как по дому пошла вода, проверить все швы, а потом закопать яму. А пока я была в КБУ, приехала, уже было все закопано и никого не было. От некачественной работы коммунальщиков страдает не только сантехника жильцов, которая регулярно выходит из строя, но и новые приборы учета, на установку которых собственники потратили немало денег. В МОПКБУ нам подтвердили течь в трубе. Устранить неисправность обещали к вечеру 2 сентября. Вообще, надо сказать, история с решением проблем в системе водоснабжения у этого дома давняя. Длится она с 2011 года. Но ситуация обострилась, когда управляющая компания уведомила собственников об окончании срока действия договора. Не вчера родилась ситуация, которая произошла на доме. Шесть лет председатель обращается и в КБУ, и в администрацию. И можно заметить, что в этом доме есть муниципальные квартиры. И, наверное, ТСЖ имеет право надеяться на добросовестное отношение такого собственника, как муниципалитет в участии в жизни дома. Вот, к сожалению, на всем городе происходит история простая. Мы говорим, давайте выберем ТСЖ, давайте сменим способ, а что дальше остается? Сами выбрали, сами ушли и получили в наследие дома в таком состоянии, где надо просто заново, вот как на доме Островского 95, год приводить дом в порядок. Что же касается этого дома, председатель ТСЖ рассказала, что в период работы управляющей компании неоднократно направлялись предписания на устранение различных дефектов. Но ни одно из них не стояло на контроле у соответствующих органов. В общественной жилищной инспекции считают, чтобы избежать подобных проблем, в городе не хватает активного участия административного ресурса. Почему нельзя администрацию принять участие, или почему они не желают, я так буду говорить, потому что не очень красиво, участие в приемке дома от компании, с которой собственники решили расстаться. Составить акт, ведь в администрации, будем говорить, мы в ЖКХ у нас есть прекрасные специалисты, квалифицированные эксперты, составили акт, составили претензию, исполнили свое вот это вот право, уведомить, поставить на контроль, может быть дальше даже и порядок судебных отношений пойти. Однако на сегодняшний день такой практики в городе нет, хотя, по мнению многих, она бы не помешала. Что же касается ненадлежащего выполнения работ комбинатом бытовых услуг, то мы получили следующий ответ от представителя администрации. И здесь поэтому ответственность, конечно, можно перекладывать на плечи собственников, но у МУПКБУ тоже есть свои огрехи, к сожалению, они давлением таким не проверяют систему горячего водоснабжения. Как показывает статистика, ситуация в сфере ЖКХ в стране в целом обстоит не самым лучшим образом. И Бердск не исключение. Было бы неплохо, если бы именно наш город стал положительным примером слаженной работы коммунальных служб, администрации и самих собственников жилья. Продолжение следует...